Субтитры создавал DimaTorzok 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 Он благотворительной деятельностью занимался и был депутатом Государственной Думы Царской Но после революции все его разбили, всю, конечно, жизнь, он там в нищете умер У него был сын Искандар Он получил образование в Германии Добыча золота, меди Он вернулся в Россию в 20-е годы и неоднократно арестовывался И в конце концов его где-то в 30-е годы его расстреляли Он в Сибае где-то или где-то там вот золотопромышленными делами Лабораторией руководил У него был сын, уже внук теперь Дамир Башир Искандарович Его в 19 лет из-за энергетического института Как сына врага народа Исключили Война началась Он безработный, где-то крутился И попал в шифровальную группу То есть тогда настолько беспорядок был, что даже сына врага народа сделали в шифровальную группу в армии В общем, он кончил армию И где-то он прочитал, что вот сейчас электронно-вычислительная техника будет Электрические машины вычислительные И он этим воспылал И обратился к академику Берку Академик Берг посоветовал ему обратиться к Абраму Соломовичу Бруку Член-корреспондент Российской академии НО Вот дальше, слушайте Ведь мы, конечно, в обыденном сознании привыкли Евреи хитрые там туда-сюда Абрам Соломович сразу его понял Какой это был человек Через полгода Они вдвоем подали патент Первый патент Советского Союза На электронно-вычислительную машину Где первым стоял Башир Ромеев А второй, хотя по алфаве-то по всему Брук должен быть И по квалификации Ромеев был первый И он вообще ангел, хранитель Вот для Башира Искандера Ромеева Он очень увлекался этой техникой И вот они начали создавать машины В конце концов он без прописки в Москве был Непрерывно его выгоняли из квартиры То туда Все имущество его в бумажный пакет было И, в общем, они создали машину «Стрела» Она уже к моему времени устарела И после меня фактически ее уже демонтировали Значит, «Стрела» была мощностью 2 кГц Занимала она вот таких 5 залов примерно Теперь вот этот вот у всех у нас смартфон В миллион раз мощнее Чтобы вы поняли, какой прогресс прошел в этом направлении В миллион раз и по памяти То есть, эта машина делает такое, что та машина В принципе, не способна была делать В принципе Но по тем временам это было выдающееся достижение Инициировал это Келдаш И вот он ее в свои для космических исследований Они там расчеты делались и так далее То есть, это был гигантский прогресс Башир Искандариш Ромеев Который первый начал читать курс лекций По электронной вычислительной технике в МИФИ Но так как у него никакого образования не было Его выгнали Но в конце концов, когда это создали машину Он стал лауреатом Сталинской премии Ему присудили доктора технических наук И он, значит, получил комнату в коммунальной квартире сначала И это было гигантское достижение И он был общепризнанный, оказывается, в этой компании Как лидер электронной вычислительной техники Вот такой был вице-премьер Советского Союза Лисечко Вот очень его ценил Его забрали, было в армию опять Так Брук дошел до министра Его отпустили из армии Кончили они свою деятельность Вместе с Сулима Такой заместитель министра Пять еврей Вот два, татар и еврей В это время были приняты неверные решения По развитию электронной вычислительной техники Они оказались трагическими Келдаш уже болел в это время И не сумел как-то этому противостоять Они в знак протеста ушли своих постов Кто так делал в наше время? Это вот последние люди, видимо, были Вот, ну и, в общем, они, конечно, вот этим ничего не добились Но самое главное, он потом работал в Госкомитете по науке Вот, и уже не сумел быть в руководящих постах Но, вот, Башир Искандарович Ромеев Внук Сагита Ромеева, великого Дартманда Вот такой внес вклад в развитие нашей страны Вместе с Абрамсовым, Бруком, с евреями Поэтому очень часто со своими коллегами Когда я встречаюсь Я говорю, знаете, русский народ так опустили Что без евреев и татар его не поднять И это действительно так И это действительно так Он сейчас сам не поднимется Ну, вот это я хотел в связи с Марием Султановой Что вот были среди нас такие наши выходцы Которые внесли колоссальный вход в развитие, в общем, страны, отечества Теперь вот к теме лекций Значит, я сказал, что я родился в Москве Кончил школу в Москве Папа мой был, когда я родился Он был доцентом МВТУ имени Баумана Он выходец из Благоварского района Терегулов Но, когда получал паспорт, решил Был комсомольский работник Ну, так мама моя подозревала, что раз Терегулов Комсомольский работник Это дворянская фамилия Ну, в общем, поменял по имени Искандар Нигматулыч Мама моя тоже отсюда То есть она из Троицка Дед мой по маме был учитель Лутфула Абдулгазьезов Известный был по тем временам человек Был директором школы в Троицке Ну, в Сермении он был директором школы Там до сих пор это его помнят Это же Ингзур Башкортаула И там, вот я там был где-то в 70-е годы Удивительно А он уехал оттуда где-то в 1905 году И вот был приглашен в город Троицк Возглавить вот эту русско-татарскую школу Но он был болен и в 13-м году умер В 1913 году Мама моя своего отца не видела И мой папа тоже своего отца не видел Терегулова Нигматулу Терегулова И он, Искандер Нигматулыч Последний сын, ребенок Вот в семье Терегуловых Его старший брат Генеатул А.Нигматулович Терегулов Вот здесь был основатель Башкирского мединститута И вот ректор, нынешний ректор Павлов Впервые вот среди всех ректоров Он действительно документы нашел И вот первый директор Тогда директор назывался Башкирского мединститута Был Генеатул А.Терегулов Но он был беспартийный И поэтому он поставили Потом тройнина Такого уже партийного Государственного человека Он был потом уже проректор Вот главный был проректор Ну вот так вот Я, папа потом стал Во время войны Он воевал Через три года Его отозвали Он уже был кандидат Технических наук И он был приемка Американского Нового оборудования Вооружения Вот на зеле Вот этим они занимались Он вернулся И мы в эвакуации были здесь Вот я до трех лет рос Но я эти не помню Конечно, годы И воспитывала Значит, меня моя Мамина мама Наню Которую я называл Но я не помню уже А другая бабушка Папина мама Каримя Вот сейчас Каримя Моя дочка Каримя Вот А ее, значит Вот мой дед Нигматулла Настоящий дед Он тоже умер В восьмом году В 1908 году Папа только родился И он умер Вот, кстати, тоже Его старший сын Вот Зурдада Моего Ну, дед по-русски Я говорю А так Зурдада Вот он его Потом стал профессором Поэтому он так мог прикинуть Чем он заболел Но, видимо, началось рак кожи Он привез его в Белебей Летом А уже единственный врач На это Он ушел в отпуск И когда он его привез Уже в сентябре Как потом Зурда понял Что это у него Видимо, уже метастазы начались И вот тот врач сказал Все, твой папа умрет И вот 17-летний Его старший сын Заплакал Говорит, что ты плачешь Он же старый уже 48 лет Вот Как поменялась жизнь Да Вот, как поменялась жизнь Вот А другой дед Тоже в 48 лет Вот мамин Папа тоже Туберкулез Вот так было Вот мое происхождение У меня два брата Булат, Раис 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 Хазаров Вильювал Ну, они его Профессоры Доктора наук Булат был Замминистра По атомной энергетике Вот мы с ним боремся За новую экономическую политику В нашей стране Ну, есть у нас союзники Крупные люди Есть союзники Но пока что Правительство нас не слушает Конечно Да, это беда такая Вот И нам предстоят еще серьезные Конечно испытания У меня, значит Сын и дочь Тагир Кормя Тагир, значит Кончил Мехмат Потом в Америке Я взял Когда меня пригласили в Америку И взял Тагир В аспирантуру он там кончил И Московский университет И там параллельно Он, в общем, сделал И потом 10 лет Работал в фирме General Electric Создавал группой Газовую турбину Самую мощную По тем временем Вообще Это революция Газо-турбинная революция Вы гуманитарий Вы этого не очень осознаете У нас многие Современные энергетики Этого не понимают Но это произошла Газо-турбинная революция Когда эффективность Выработки энергии Выросла там На 30% Вот он создавал Эту газовую турбину Прошел путь С самого верха И был даже представлен Королевью Великобритании Вот наше высшее достижение Нашего рода Что вот Наш отпуск был Королевью Великобритании И там было сказано Когда его фирма представляла Говорит У нас и русские ребята работают Ну мы за границей Все русские Уже тут сами Понимаете На Карима тоже Кончила Здесь училась В Тюмени Мы тогда были Вот она В Тюменской школе училась И когда вот Меня пригласили в Америку Значит вот Там Венера Вот моя Семья жила там А я туда-сюда ездил Это потом я расскажу Вот И она кончила Золотой медали Американскую школу И там Золотая медаль Дается Одному ученику Выпуска Вот Иностранки Дали Золотую медаль Поступила В один Из самых лучших Университетов Принстон Его кончила С очень хорошими Показателями И потом В аспирантуру Кончила И диссертацию Защитила М.А.Ти Тоже Выдающийся университет И проработала Три, по-моему, года У Билл Гейтса Около этого Трех лет Она Математик И занимались Моделированием Распространения Вот этих пандемий Это и математическая проблема Ну и вот в это время Она как-то была В Москве Тут и так далее Короче говоря Ее московское правительство Марат Хуснулин Пригласил В Москву И она стала В 28 лет Стала директором Крупнейшего Института Генплана Города Москвы 28 лет Девочки Вот она приехала Билл Гейтс Когда она уезжала Сказала Ну конечно Если что Мы приезжаем Мы конечно будем Но вот так здесь И мы очень рады Потому что Тут замуж вышла Она у нас Там две внучки Тут две внучки Ну в общем Вот так вот Наша семья Теперь вот Про Башкирские Мои 13 лет По этому поводу Есть статья Вестники Российской Академии Наук Причем Как она как-то Получилась Как-то она Получилась Вот Когда я Значит был Председателем Центра Значит у меня был А я И президентом Академии Одним из вице-президентов Академии был Зинур Газович Ураксин И вот Как-то так Получилось Что Он уже Перестал быть Директором Вот Он скончался И меня попросили Вот написать Его воспоминания Я как-то Вот так вот Начал писать И в итоге Все это вылилось Вот в такой вот Рассказ 13 башкирских лет Я Зинур Газовича Всегда вспоминаю С теплотой В частности Чтобы вы знали Вот в частности Он что Тут же был Такой Башкирский Курултай И как-то Он заседал И постановил Снять с работы Нигматулина Письмо Рахимову В общем Это письмо Бессмысленное Докладывал Там кстати На этом Курултае Рахманкулов Башкар Татар Ну вот Докладывал Что в Академии Плохо Ну у нас С ним Отдельные Были Такие отношения И вот Приняли Такое Постановление Зинур Газович Значит В знак Протеста Написал Зармите Что я выхожу Из этого Курултая Понимаете Вот Это ведь Все Очень тяжело Сделать Национальные Вот Такой Группы Они очень Сильно Давят Я вот Я вспоминаю Как-то Я В Тюмени Был Я уже членом Корреспондента Был И вот Вдруг Там Булат Сулейманов Такой Тюменский Татар Ну они Начали писать Зачем Был с Татар Да С Сибиры Профессор Какой-то Был Томский Написал Статью Что Это Сибирские Татары Это не Татары Это Сибирь Их Татары И вот Приехала Из Казани Группа В частности В нее входила Академик Тумашева Сама Сибирская И Флора Супруга Бакива Урмановича Вообще Сибирь Татары Действительно Видно Антропологический Тип Такой И Язык Особенности Языка И постановили Йогол Татар Лар Барб Татар И вот Обком Партии Пригласили И меня Тоже самое И вот Обсуждает Надо сказать Что Они не агрессивно Сибирь Такой Агрессии Не было Булат Сулейманов Я потом Уже позже Стихи Почитал Очень хороший Был поэт И вот Татар Сибирь Ну и вот Меня спрашивают А вы Ваше Какое Мнение Какое Мое Мнение Откуда Я знаю Единственное Что я Нашел Габдулла Тукаев Ваш Поэт Да Наш Ну Мы Один Народ И Как-то Они Были Не Было Этой Агрессии И Они Меня Выдвинули Депутатом Курултай Татарского Народа Я Как-то Поехал На Курултай Татарского Народа И Понял Как Опасны Экстремисты Вот Представляете Там такой человек Я его Помню Фамилию Может Потом Скажу И Он Сказал Свободу Татарам В Башкорстане Весь Зал Встал Я В президиуме Сидел Я Тоже Должен Встать Это Фашизм Какое Там Что-то Какая Проблема Вообще Проблема Есть Между Братьями Всегда А Уж Бэрхолог Это Мое Убеждение Я Понимаю Что Разные Точки Зрения Есть И так далее Но Мое Глубочайшее Убеждение Бэрхолог Разные Ветви И так далее И так далее Но Начинать Копаться И еще Свободу А Потом Через Несколько Лет Было Это Уже Здесь Я Работал В Уфе И Меня Вынудили Поехать На Курултай Татарского Народа Уже Позже Я должен Был В Лондон Ехать Короче говоря Как Мне Сказал Помощник Вы Должны Спасти Муртазову Потому Что Шаймеев Пригласил Рахимова На Этот Курултай И Рахимов Поехал Ну И Я Приехал Нас Поместили Первое Заседание Было Возглавлял Нашу Делегацию Халяв Конфиденции Очень Хороший Человек Я Должен Сказать Что Сосед Был И так Дальше Своеобразный Человек Вот Ну И Значит Когда Он Сзади Академии Наук Вошел Сцену Там А там Сидит Публика Татарская Будем Так Он Посмотрел И сразу Убежал А я Меня Посадили Вот Рядом С Подседателем Этого Собрания Значит Я Сижу Президент Татарской Академии Сидит Хасанов И Разиль Валеев Он Депутат Госдума Мы Иногда Вот так Переписываемся Он Очень Хороший Поэт Татарский Но Он Депутат Татарского Госсовет И Вдруг Выходит Сейчас Всегда Фамилию Вылезаю Я Всегда Называю Провокатором Айдар Халим Айдар Халим Я Знаю Почему Я Называю Провокатором Из Националистов И Говорит Геноцид Татар В Башкорстане Проходит Я Президент Академии Наук Геноцид Происходит Но Естественно Я Конечно Так Не могу Промолчать Ну И Сразу Своим Этим Коллегам Говорит Вы Что Мегадас Берясь Из Ну Хазам Говорит Я Этим Не Распоряжаюсь Ну Все Так Мегадас Берясь Ну И Конечно Я Уже Баринчат Абкар Публичный Татар У меня Опыта Такого Не Был Тршоп 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 И Баринчат Таут Радар Главный Режиссер Татарского Молодежного Театра Очень Агрессивно Севел Я думаю Минекайни Башал Солар Ну Шундамент Селяд В общем Я Солч Что Не Нужно Нам Вот Этим Распор Заниматься Всегда Есть Проблемы Два Брата Бывает Надо Это Как-то Интеллигентно Выступать Это Очень Важно Татар Булмаса Башкар Булмаса Татар Булмаса И Это Мое Глубочайшее Убеждение Это Это Так Ну В общем Как-то Я так Сказал Зал Так Меня Приветствовал И Шел Главный Режиссер Тоже Баринчик Кшаклап Булмаса Это Вот Моя Такая Будем Говорить Предварительные Речи В связи С этими Проблемами Которые Еще У нас Будут Долго Так Ильянович Крутиться Так Вот Значит 13 Января Я Почему Помню 13 Января Это По старому Стилю Еще Предыдущий 92 Год Мне Звонит Президент Академии Наук Осипов И Говорит Вот Надо Встретиться И так Далее Вот Я А у У меня Весь 12 Год Был Какие-то Мелкие Бытовые Непри То Часы Потерял То Где-то Здесь Я ехал На машине И Последняя Моя Неприятность Попал В автомобильную Аварию И Как последний 92 Высокосный Год Ну и Президент Мне Надо Ехать В Уфу А я В Тюмени Работал Создавал Институт Ну я Говорю Ну я Как Я же Все-таки Должен Там Делать Ну надо Там Идет Война Война Идет Татарская То есть Башкирская Академия И Уфимский Башкирский Филиал Российской Академии Наук Вот надо Ну я Тогда думал Это 45 минут Между Тюменью И Уфой Я буду Директор Института В Тюмени А здесь Буду Председателем Центра И так Толстыков Кстати Был Он был Зампредседат В Екатеринбурге 45 минут Ну в общем Я сюда приехал Несколько Групп академиков Приехали Меня привезли Вот А Башкирскую Академию Возглавлял Тогда Оскар Акрамович Кайбышев Это мой товарищ В общем Талантливый человек А суд Уже состоялся Такой Вообще Был указ Президента Рахима Все институты На территории Республики Башкирстан Все входят В Башкирскую Академию И вот С этим Начал бороться Толстыков Вообще Должен вам Сказать Что Толстыков Выдающийся Химик Но Как руководитель И вообще Вот Он Не мог найти Частерей По отношению К людям У него были Закидоны Такие сильные И он Конечно Был в большой Ссоре С Рахимовым И В общем Короче Состоялся суд И вот Президиум Который Карла Маркс 6 Передать Башкирскую Академию И вот Тогда Значит Лаверов Который меня В общем Он вице-президент Который меня И привез сюда Главное было Он сказал Как же так Новый Председатель Начнет работу Ну Рахимов говорит Два президента Найдут Как там Решить Эту проблему Кайбышев Говорит Как же так Мы уже Во всем Договорились С вами Ты слишком Много Разговариваешь Этим Вопрос Был решен Этим Вопрос Репрезидент Остался За нами Вот И так далее Но потом Рахимов Меня попросил Чтобы я Организовал Встречу С Осиповым И вот Я Он И помощник Рахимов Были Осипов Четвером И первое С чего Муртазов Начал Говорит Юрий Сергеевич Возьми Ты нашу Академию К себе Башкирскую Это же невозможно У вас там Свои институты Свои академики Это нельзя Так Это другие Потом Здесь Башкирские институты Все были Это же В основном Прикладные Были институты И тогда Они договорились Что вот Чтобы Единый руководитель Был Это должен быть Я Вот там Они так договорились И я Значит Я не очень Хотел Потому что Чтобы вы Поняли Мои Тогда Интересы В конце января 93-го года Вот меня Вот привезли сюда А у меня Уже была До этого Договоренность Что я буду Работать в Париже Месяц Два Что ли Сейчас Не помню Проект И так далее И поэтому Я приехал И уже Вынужден был Туда поехать В Париж И так далее То есть Вообще Открылись же Двери В это время И нам Всем хотелось Мир Посмотреть Себя Показать Вот И у меня Не было Стремления Вот Какую-то Такую Должность Занять Потому что Она С должность Всякой Согружает Ну вот И я Тогда Придумал Проект Такой Чтобы Создать Объединенный Президиум В который Входят И представители Российской Академии Новок Башкирской Академии Новок А президент Академии Остается И так далее И так далее Но Вот этот Проект Не прошел Во-первых Сам Кайбышев Против него Выступил Ну Надо отдать Должность Что он В это Время Уже Потерял Авторитет У Муртаза Губайдуловича Полностью Потерял Муртаза Губайдуловича Обвинял Его В бизнесовских Всяких Таких И так далее В общем Отдельный Вопрос Вот И поэтому Значит Этот проект Не прошел И поэтому Значит Меня Он назначил Исполняющим Президент Башкирской Академии И вот Как вы Знаете Может быть Слышали А до этого Сначала Меня назначили Председателем Комиссии По реорганизации Башкирской Академии Вот я Вник В это все Дело И там Мы сделали Серьезнейшую Реформу Это было Очень серьезное Общее Собрание Академиков Башкирской Их было Там На этом Собрании Было 45 человек И Суть Наших Изменений Заключала В том Что Власть В Академии Имеет ввиду Не только Члены Академии Голосуют Не только Члены При выборах Новых членов А еще Так называемые Члены отделения Докторский корпус И это было Мое Непременное Условие Такое И мы Ввели В общее Собрание Которое Выбирает Новых членов Академии Больше То есть Она у меня Общее собрание Из 45 Стало 150 Все остальные Не члены Формальные Мы их Отбирали Самых Активных Людей При новых Выборах В общем Вот это Все это было Вот И Заставили Собрание Вот 45 Академиков Проголосовать За этот Устав Ведь им Очень не Хотелось Они же Лишались Своей Власти Влияния И вот Тогда Значит Я им Сказал Если вы Не примете Вот Современные Нормы Которые Приняты То С ней Ничего не Будет Авторитета У него Не будет И так далее В общем Сделали Мы Две трети Проголосовало Ровно Две трети 15 человек Конечно Не проголосовали Ну вот Вот так Вот с этого Началось Ну и я Вынужден Был уйти С директорского Поста В Тюмени Потому что Самолеты Перестали Летать Между Уфой И Тюмень И чтобы Из Уфы В Тюмень Надо было В Москву Потом Из Москвы В Тюмень Чтобы Обратно В Уфу Я оставил Своего Ученика Вот И В конце 93 Года Вот Реформы Мы и в центре Сделали Серьезные Реформы И в Башкирской Академии Серьезные Реформы Я считаю Что это В таких же Реформах Нуждается И Большая Наша Академия Вот В частности По моему Настоянию Было принято Большой Академии Введение Должности Профессора Ран К сожалению Если у меня Вот эти Профессоры Ран Или члены Отделения Моих Называли Они имели Права То Профессор Ран К сожалению В ограниченном виде Они никаких Прав не имеют Я вот Борюсь за то Чтобы Академики Не думали Что только Вот они Есть люди Ну я был До того Как я был Академиком Я не менее Умный был Человек Чем Став Академиком Вот Поэтому Вот Пока В Большой Академии Нам не удалось Ничего сделать Звание Ввели Но оно Как почетное Но не Действенное Ну вот Я Все время Вот в конце 93-го года Вот это все 93-й год Я уже Поехал на два Месяца в Америку Ну и вот Некоторые люди Начали это Использовать Жалобы Что я бросаю На самом деле Ничего не бросаю Тогда уже был Интернет Тогда были Электронные почты Факсы По телефону И все Это Я был Я был в курсе И вот Когда я уехал В Париж Я ставил Вместе Усейн Меджа Джеймилева Замом своим И он Исполнял Эти обязанности И вот Тогда Усейн Медж Привел к нам В Академию Руфат Схакыча Хай Болин Да И мы Значит Руфат Схакычем Вот Ну что я могу сказать Я вот И здесь В Институте Академологии Когда директор Я Я Московский парень Математик Ну что я понимаю В хозяйстве И я понимал Что надо Слушать Умных В этих делах Всегда Руфат Схакыч Если что-то говорил Я конечно Вденькал Но Старался Следовать Его советам Вот Это очень важно Чтобы Начальник Не может Все знать Но главная вещь Он конечно Должен Определять Ну и вот Я ездил И там Были жалобы И вот Когда мы Я стал Исполняющий Обязанности Президента Академии Тоже вот так вот Езжу Как приду куда-то В администрацию Так все мне говорят С приездом Ну я-то больше Времени Здесь был Ну 25% Да у меня Два месяца Отпуск Я имею право Вообще Два месяца Ну плюс еще Месяц Так сказать Вот уже 25% Времени То есть Вообще-то Такого Ничего Экстраординарного Не было И это было Мое непременное Желание Мне было интересно Ну вот Первые выборы Вот чтобы вы Какая была Обстановка Первые выборы Новых членов Ну вот Сегодня я встретил Роберта Азгатовича Ягшибаева Значит Так как я не хотел Много сидеть Там в правительстве То я предложил Муртазя Губайдус Завести пост Министра науки Ну или Госкомитет по науке И вот Когда к нему пришел Саюб Мы пришли Он говорит Да зачем нам Это министр Ну да Академия наук Есть Я говорю Ну что же Я буду бегать По бюджетные дела Какие-то Дом построить Ну что я буду С этими министрами Бегать Нужен чтобы человек Бегал В ранге министра И вот В конце концов Он сдался И мы даже С ним Рюмку Канье Выпили По этому поводу Он и сдал указ Но Назначили Человека Без согласования Со мной Я был где-то в отъезде И вот Назначили Сегодня я с ним встретился Роберт Азгадыч Между прочим Вот Что мне в нем Вот нравилось Как-то я слушал Его интервью На Башкорцаунде В Силеаде Мне очень понравился Его язык Он Владеет Настоящий Я вот таких людей Очень уважаю Вот Сам не могу А вот Он Но Конечно Человек Он был не готовый Крыков И он начал сразу Бороться со мной И когда Значит выборы Объявили Он тут же Выдвинул На выборы Вообще Всегда у нас Была традиция В Российской Академии Наук Если человек Государственный пост Занимает И он хочет Быть избранным Он должен согласовать С начальством Своё выдвижение Я сразу На секциях Они определили Кого выбирать Ну если Один академик Академик Один академик Есть здесь По математике И там Два-три член Кора Ну как они Нового члена Могут выбрать Значит Их тогда Объединяет С инженерами И так далее И это Не квалифицировано Утром Я пришёл Где-то В районе До десяти Сижу И вдруг Он ко мне приходит Вот я говорю Был у Муртаза Губайдуловича И Муртаза Губайдуловича Отменить выборы А мы Со всей стороны Людей пригласили И так далее Ну я говорю Мне может отменить Только сам Муртаза Губайдулович Не вы И мы сразу Побежали туда К нему Вот пол Десятого Я был уже У Айопова Айопов на этого Я говорю Ты что тут Мы же обо всём договорились Ты что Ты сейчас выборы отменишь Потом Республику Машкорстан Отменишь И так далее Ну пошли К Муртаза Губайдуловичу А он уже был Распропагандирован Роберт Искандерович Вот значит Две академии Нужно работать В общем Беспорядок идёт В академии Я говорю Подождите Муртаза Губайдулович О беспорядке Мы отдельно поговорим А вот Выборы Объяснил Кого Ну кого Кого Ну без 5-10 Я вышел Он дал Разрешил Отменил То есть Запреты Я позвонил И в общем Мы его провели Провели эти выборы Новых членов Вот Потом прошло Какое-то время Ну в общем Вот он Вот всё время Раскручивал Раскручивал Эту Кельмешак Вот Без Кельмешак Ляр Марат Оксанович Блянг Ильгамов Блянг А Ильгамов Вообще Башкарт Во-первых Почему Кельмешак Блянг Ничего Сделать Это я вам Рассказываю Для того Что вот Как провинциально Идёт Она Вот такие дела Не только В провинции Идут Они идут Везде Вообще Говорим У нас Урал Насырович Бакеров Как Сказать Урал Искандер Значит В Ваш рейтинг Упал Ну У Муртаза Губайдулович Надо Чтобы У вас В газетах Какая-то Статья Вышла Представьте Я должен Думать Чтобы Обо мне Где-то В Москве Вышла Статья Я тогда Понял Зачем Я взял Ему Написал Письмо Муртаза Губайдулович Вот Ведь Кто Против А он Этих Против Сам Знает Никого Он Их Не Уважал Кто Против Потом Чем Я Туда Занимаюсь И Как раз Тогда Мне Давали Значит Я Как Попал В состав Выдающихся Ученых В Америке Когда Дает Нам Грин Карту Право Чтобы Не бегать По визам И Про Меня Написали Американские Ученые Свои Суждения Я Вот Это Все Положил Перевод И Ему Послал И Встречаемся Он Говорит Зайдите Ко мне Я захожу Слушайте Не Слушайте Наших Дураков Сколько Надо Столько Ездите Вы Поднимаете Авторитет Нашей Республики Вот Все Так Было Все Время Вот Такая Конечно Была Возня Она Была Возня Еще Все Таки В Татарстане Башкорстане Еще Действует Такой Знаете Вот Национальный Фактор Одно Дело Ты Хочешь Поднять Свой Народ Принести Ему Пользу А Как Правило Вот Эти Все Так Назваем Патриоты Они Приходят Вот Ко Мне Здесь Сколько Ко Мне Приходили Разные Люди И Начинают Говорить Вот Башкорстан Я За Это Конечно А Где Поддерживать Особую Поддержку Оказывать Как Не Башкорстане Это Мое Боложье Но Как Только Он Один На Один Со Мной То Речь Идет Такое Ученых Нет Он Единственный Из Башкир То же Самое В Татарстане Вот Это Все Так И Все Это Знаете Так Назваем Лжепатриотизм Это Крутится Если Ты Хочешь Своему Народу То Ты Работай На Свой Народ Ну Вот В чем Мой Народ У Меня Очень Много Аспирантов Кандидатов Докторов Наук Из Татарстана Башкирстана Из Узбекистана И так Далее И это Я работаю Подымаю Уровень Своего Народа А вот Так Вот Кричать Что Я Татар Поэтому Меня Изберите Татарским Академиком Или Башкирским Академиком Это Конечно Не Продуктивно Это Не Интеллигентное Конечно Такое Дело Было Да Ну Вот Кто Мне Помогал Ну Вот Я Уже Начал Руфат Схакш Был Опорой Венера Апсатарч Вахитов Крупный Ученый Вирусов Усен Меджемерев Был Вот Такие Руководители Институтов Крупных Узенур Ураксин Всегда В общем Понятно Да Раиль Гумерш Кузеев Вот Муртаза Губайдонович Он часто Говорил Я знаю Только Двух Академиков Нигматорина И Кузеева Все Он никого Не признавал В конце концов Конечно Как-то у нас С Муртазой Губайдоновичем Ну и я Виноват Конечно Значит Вот я Занялся Реорганизацией Академии наук И так как Я хотел Быть более Свободным Заниматься Наукой И за границей Ездить Я конечно Не планировал Быть президентом Этой академии И Значит На меня Все время Давил Гумеров Асхат Гамзианович Джемилев И Раэль Гумерович Ни в коем случае Вы Только вы Должны быть А я Значит Не хочу Ну Свобода же Две должности Такие Были Ну и Как-то Когда уже Поступил Наступил год 96 Я уже В 95 Провели Реорганизацию И в 96 Году Выборы Нового Президента И вот Здесь Я подумав Понял Что даже Если я Изберу Президентом Башкирской Академии Наук Своего родного Брата Мы все равно Будем ругаться Это одна Должность Это не две Должности Это одна Должность Наука Единая Это вот Это вот Такое Вот Ведомственное Республиканское Нереспубликанское Это разделение Это непродуктивно А перед этим Я Муртазиагу Байдовичу Пришел И говорю Знаете Муртазиагу Байдович Вот я так уж Хочу Освободиться От этого Я вот Хотел Рекомендую Вместо себя Президентом Башкирской Зенур Газович Ураксина Да Ты что А на Трибуна Какой Клоклар Курин Он не любил Маленьких Людей То есть Не уважал Ну и что Ленин был Маленький Сталин Был Маленький Ну Сразу Отверг Тогда Я значит Думал 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 И тогда Решил Пригласить Марата Оксаныча Эльгаму Он в Казани Был Крупный Ученый Мой Друг Я вот Муртазиагу Давайте Вот его Крупный Ученый Я чувствую Его В общем Все Ему Это Не нравилось Ну Я Ну Ну И вот Амара Тоже Маленький Ну И вот Они там Поговорили Очень Кисло Муртаза Губайдол Еще Эту Идею Принимал Вот И к Этому Времени Вот Я начал Понимать Все Таки Раз Уж Здесь То Нужно Вот Все Таки В Одной Руке И Я Вот Эти Выборы Провели И мы Выборы Провели И за Меня Прогласовало Несмотря на Все 89% В Академии Наук Всегда против Есть Это естественно Поэтому Я вот С тех пор Стал Настоящий Президент Уже Выбранный И Для того Чтобы Сидеть В одном Кабинете Там же Два Кабинета Там На Кирове 15 Здесь Я Вывеску Президиум Башкирской Академии Повесил Здесь Татарща То есть Башкатсада Урщада Президиум Все Повесил И все Здесь И все Ко мне Бухгалтеры Башкирской Академии Приходят Руфимский Центр Бухгалтер Приходят И вообще Все здесь Вот я Решал И так Как-то Мы все Президиумы Проводили Совместно Общее Собрание Совместно Проводили И это Была Правильная Формула Это Была Абсолютно Правильная Формула Ну и Вот К 99 Году Когда Выборы В Госдуму Я сам Муртазей Губайдович Сказал Я должен Быть Депутат Госдумы И вот Меня выбрали Депутат Госдумы Там Была Очень Жесткая Борьба Коммунист Потом Против Меня Был Этот Бывший Поведитель Правительства Миргазямов Да Еще Там Какие-то Были Но Конечно Меня Администрация Оказывала Поддержку Это Я не Превеличиваю Своей Какой-то Роли Но В общем Я был Депутатом Госдумы Избранный Вот В декабре 99 Года И в Январе 2000 Года Путин Уже Стал Исполняющий Обязатель Президента И Нас Группа Депутатов И меня Тоже Пригласили На встречу С ним И вот Там Был Человек 50 Депутатов И Я Помню Березовский Там Был Егор Кузьмич Лигачев Был И Вот Там Начали Ну Как Всегда У нас Соберутся И Начинают Ерунду Говорить Выступают Бессмысленно Вот Это Российская Манера Общественные Выступления При начальнике Все хорошо Все хорошо У них Все хорошо Вот Путину Приходит У него Все хорошо Это Какая-то Беда Зачем Ходить Начальнику И Говорить Что Все Хорошо Ты Началь Приходишь Какие Проблемы Я К Муртазе Говорю Никогда Не Говорил Что Как У Нас Хор Я Говорю Вот Тут Нужно Помочь Тут Нужно Вот Тут Нужно Ну Я Тут Сидел И Я Сижу Я Тоже Выступлю Ну Я Выступил Так Что Я Академик Российской Академии Наук Я Представляю Депутацию Республики Башкирска Возглавляю Центр Российской И президент Башкирской Академии Наук Дальше Другой Человек У нас Гемаев Я имел Ввиду Гемаев Ректор Университета Академик Республиканской Академии По сельскому Хозяйству У нас Доктор Профессор У нас Высоконаучная Депутация Из республики Действительно Высоконаучная Что тут Скажешь Это же В каких Областях Так было И дальше И мы Намерены Вас Поддерживать Вот это Я сказал Теперь Проходит Он А он Перед Выборами Это Дорогого Стоит Когда человек На выбор Идет Это Всегда Это Так Сказывалось В мае Он К нам Пришел На Общесобрание Большой Академии В Москве И он Выступил И там Из зала Кто-то Крикнул Владимир Владимирович Защитите Нас У нас Теперь есть Собственные Защитники Вот Например Академик Роберт Искандерович Нигматуллин Полностью Мое имя Отчество Сказал Депутат Госдумы И вторым Назвал Жорес Иван Чалферва Дорогического Говорит Вот Вот Так Вот Так Вот Варится Знаете И это То есть Почему Он Это Сделал Конечно Он Запомнил То Что Я Я Это Не Очень Значение Передавал Но Запомнил Что Вот Мы Будем Вас Поддерживать Вот Академики И так Дали Ну Потом Как-то Это Сыграло Еще И Уже Когда Я Был В Москве Работал Институт Океаналогии Вот Мы На На Байкале Должны Были Погрузить Вот Сейчас Видите Батискав Погиб Когда Я Его Встречал Как Директор Мы Его Погрузить Должны Были Но Я Чувствовал Что Он Как-то В общем Меня Воспринимает То И Вот Тогда Я Оставшись Наедине Один На Один С Нем Вот Он Меня Задал Вопрос По Байкала Целеллозному Комбинату А Я Все Соображал До Этого Понимая Что Меня Спросят Поговорил С Академиком Галазием Который Вот Всю Жизнь Занимался Этим Делом Ему Все Объяснил Как Что И Так Дали И Сказал Что Сама Вода Которая После Очистки Байкала Она Особо Вреда Не Приносит Она Довольно Чистая Основной Вред Приносит Дым Электростанции Который На Байкал Ну Так Я Ему И Сказал И Он Потом Вышел К Журналистам Говорит Вот Как Сказал Академик Нигматуллин Нет Вреда Не Так Во-первых Сказал Не Я Сказал Специалист Главное Что Мы В Это Разговор Остались Один На Один И Я Ему Сказал Что Дайте Мне Пол Я Научный Работник Не Мое Дело Заниматься В аренду Сдавать Помещение Дайте Мне Пол Футболист Я Решу Свои Хозяйственные Проблемы Он Тогда Мне Сказал Ну Знаете Давайте Вернемся Это Года Через Полтора Два Я Тогда Думаю Где Я Найду Через Полтора Два Года И Вот Представляете Ровно Через Два Года Он Дает Постановление Правительству И Российской Академии Рассмотреть Вопрос Финансового Обеспечения Флота Ну Я Думал Что Все Проблема Решена Я Два Года Бегал В конце Концов Наступило Время Дать Отчет Потому Что Там Строго Контроль Идет Он Дал Что Выполнено И Ничего Не Выполнено И Тогда Значит Мы Написали Ему Предложение Как Там Организовать Флотскую Деятельство Академии И так Далее Он Второй Подпись Поддерживает Предложение Института Мое Письмо Вот Опять Два Года Бегал Вот Так Исполняется У нас Поставим Президент Кто Виноват Президент Виноват Я Сразу Скажу Я Это Всегда Говорю Во Первых Он Подбирает Этих Людей Нельзя Говорить Что Он Окружен Так Нет Он Сам Подобрался Этих Людей И Несет За Них Ответ Вот Одно Из Статусов Руководителей Норма Руководитель Должен Быть Выше Своего Коллектива Настолько Быть Выше Что Ни на Кого Из своих Сотрудников Не иметь Злобных Каких-то Настроений Он Выше Ну Как Вы Можете Слиться На Маленького Ребенка Вот Это Очень Важно Руководитель Вот А Если Он Начнет На Руководитель Это Очень Важно Как Говорится Руководитель Он Должен Все Таки Основным Действием Управлять Он Должен Слушать Своих Специалистов Которых Он Не Очень Понимает Но Все Таки Должен Это Управлять И Кого Подымать И В общем Оказывать Всяческую Поддержку Своим Сотрудникам Ну Вот Теперь Когда Прошли Какие-то Годы Уже Теперь Где-то К году Третьему Году Значит Вот Если Вы Помните Целый Год Была Анти Рахимовская Пропаганда По телевидению И против Его сына По Центральному Телевидению Как-то Один Начальник Счетной Палаты Мне Сказал Рожель Скандальевич Вашему Рахимову Больше Не дадут Избираться И Вот А я Думаю Еще И Меня Начали Спрашивать А вот Вы Рассмотрю Этот Вопрос Почему Долж Сразу Отказываться И Как-то В одной Встрече Где-то Это было В сентябре Третьего Года Я Зашел К Муртазя Говорит Что-то О вас Стали Много Говорить Я Понял Я Ж Не Конкурент Ну Во-первых Не Конкурент По сути Дела Я Никогда Против Него Не Пошел Никогда Он Меня Всегда Поддерживал Он Фактически Пригласил Другое Дело Что Вот Его Сын Урал Что Он Почему-то Настроен На меня Организованы Были Мою Квартиру В лаву Когда Я Был В командировке Вот Так Делали Два Раз Так Было Один Раз Вообще Полностью Вот Так Все Перевернули Второй Раз Образы Компьютеры Мои Уносили И так Дали Вот Все Это Все Это Было Телефон Мой Прослушивается Да Я же вам не конкурент Просто Я боюсь Что вам Не дадут Избраться Ну Говорит Я С Путиным Договорился Могут же Обмануть Могут Вот Он так Мне ответил Могут Ну И вот Когда Начались Выборы Все Таки Я Заявление Подал И Буквально На следующий День После Этого Заявления Показали По телевидению С Путиным Где-то В Малайзии Мусульманском Каком-то Форуме Они Там Вместе Я тут заявление забрал То есть Никакой моей баллотировки Абсолютно Не было Почему Муртазак Байдалович На меня обиделся Он Это все Прекрасно Понимал Я написал В это время Статью Которая Называется Что надо делать В Башкорстане И Конечно В этой статье Были резкие Суждения Ну Такие Суждения Например Что Энергетика Нефть Нефтехимия И химия Отданы в руки Человека Который Не имеет Ни морального Ни профессионального Опыта Имея ввиду Урала Вот это было сказано И второе Я сказал Что Экономика Башкорстана Падает Доходы Населения Начали падать Там Вот я Принимал заседание В правительстве Все-таки Был член Президентского Совета Член правительства Был указом Президента И вот Я помню Где-то В третьем году Мне Правительство Докладывает Вот у нас Промышленность Выросла на 6% В России Упало А у нас Всегда такая была Что В России Плохо А у нас В республике Хорошо Ну и вот Я на заседание Правительства Сказал Тогда Как Был Премьер-министр Байдавлетов Я говорю Как же может Промышленность Выросли Если у нас Упало потребление Электроэнергии Ну он Говорит Это энергосбережение Ну какое Энергосбережение Если у нас Добыча нефти Где больше всего Тратится энергия Тоже упала Ну вот тоже Это было бы Раскручено Что Нигматолин Выступил против Республики Но это же Не против республики Ну вот На этом фоне Конечно Мортазар Байдавлетович на меня Обиделся И после избрания Он сказал Что Я больше Нигматолин Принимать не буду Я его по-человечески Понимаю Все-таки Мы с ним были Как-то так И в общем Как-то надо было Мне помягче Ну все Не принимает Не принимает И тогда я собрал Общее собрание Башкирской академии наук Освободил Должность президента И рекомендовал Марата Ильга Кстати На этом собрании Был тогда Радий Хабирович Как представитель администрации И стал Марат Президентом Академии наук И как-то это Мне уже Откровенно говоря Как-то Надоело Сидеть Ведь Как Президент Я должен был Сидеть на заседаниях Правительства Это утром В понедельник В 9 утра Я живу По московскому Все-таки Расписание Вот Все мне Как-то Это уже Обрыдло Ну В общем Там В это время Мой друг Кайбышев Значит К сожалению В общем Как-то нашел Путь Снова К Рахимову И сказал Я добьюсь Чтобы Нигматулина Сняли и со второй Должности Председателя центра Ну И тогда Значит Вот Началось Там Преследование И что Начал Муртаза Везде Чтобы меня Сняли С этой Должности Я Откровенно Говоря Хотел Показать Что Не все В твоей власти Ну Вот Все-таки Должность Российская Это уже Все-таки Другая Но Тут Вот Меня Один Вице-президент Да И В конце Концов Я конечно Понял Что Мне нужно Уезжать И я Вместо Себя Хотел Оставить Председателем Центра Джемилева Ну Вот Тут Сыграли Уже Интриги Московские Был Такой Плате И Вот Он Значит Вместо Джемилева Выдвинул Юнусова Академика Юнусова Юнусова Абсолютно Негодный Как руководитель Абсолютно Негодный И Мне не удалось Уже Там Они Все Обговорили И Должен Он Сказать Что Вот Он Стал Председателем Я Уехал В Москву Но Он Сразу Попал В уголовный Но Самое Ужасное Что Сделал Юнусов Это Муртазак Пригласил Тогда 400 Летие Чего-то Такого Какой-то Праздник И Нужно Было Взять Наш Центр Где Президиум Мой Был Давай Отдай Его Под Музей Как Бы Я Неположительно Не Относился К Музею Это Все Что Отобрали У Флаг Понимаете Это Еще Со Сталинских Времен Здесь Все Знали Что Здесь Центр Академической Науки Красивое Здание Мали А он Ничего Не Понимает Он Троечный Человек Между Нами И Он Сдал И Ничего Нельзя Было Сделать Ну И Потом Что Там Было Я Не Знаю Что Было Короче Говоря Он Попал Под Какую-то Уголовщину А Так Как Уголовное Дело То Значит Я Вот Сюда Приехал Кого Кого И Вот Тут Марат Саперыч Мне Говорит Роберт Скажет Лучше Вы Остались Не Я Не Могу Я Директор Огромного Института Вот Ну В общем Короче Говоря Он Меня Попросил А Подписка Не В Езде Два Или Три Года Сидит Я Тогда С Генералом ФСБ Встретился И Я Говорю Ну Нехорошо Академик Он Свободит Вот Вот Так Я Его Освободил То есть У меня Не Было Никакой Личной Хотя Он Часто Против Меня Выступал Но Вот Все Так Я Здесь Был Руководителем Ну Как Был Сказать Ну Настоящим У Меня Не Было Никому И Даже Толстыков Когда Я Сюда Приехал Генрих Александр Он Такой Вспыльчивый Человек И Один Раз Мне Пришлось Его Даже Попросить Уйти Он Не Имел Права Здесь Сидеть Вот Даже Такое Приходилось Но Я Понимал Что Это Выдающийся Ученый И Когда Его Наступило Подошло Семидесятилетие Я Инициировал Его Отметить Здесь Я Его Лично Пригласил И Выступил На его собрании Он Был Очень Расстроган Он Здесь Провел Много Лет Он Создал Институт Попробуй Создать Такой Институт Как Он Это Живот Всякая Шантропа Она Никогда Не Ценит Что Сделано Вот Это Я Умел Ценить И После Моего Выступления В его Честь Он Сказал Роберт А у Нас Были Такие Стычки У Нас Такие Отношения Что Ни Одна Кошка Между Нами Не Пробежала Я Генрих Между Нами Бегали И кошки И собаки Но Мы Их Разогнали И он Очень Расстроганный Отсюда Уехал Его Супруга Который В общем Знал Недостатки Своего Мужа И В общем Все Она Понимала И В общем Мы Стали Очень Так Души Близкими Вот Так Общались Уже Он Заболел Потом Умер Вот Вот Так Вот Кончились Мои Башкирские Годы 13 Если Спросите Я Не был Член Президиума Ну Вот Через Какой-то Полгода Я тут Написал Книжку Свободен Ж Как Нам Обустроить Экономику И власть В России Вот Потом Она Вышла Была И так Далее И Вот Меня Пригласили Президент Академии Вице Президент Сказали Вот Надо Быть Директором Судоке Налоги Вот Что Вы Знали Я Океана Не Видел Я Потом Шутил Я Говорю Я Вырос В Московских Трущобах Работал В степях Башкортостана И Стал Директором Судоке Аналогии Но Вот Инициатор Это был Николай Павлович Лаверов Который Видел Мою Работу В Тюмени И Я Его Очень Его Сейчас Нету Я Его Очень Уважал И Он Меня Очень Уважал Он Видел Что Я Сделал В Тюмени Вот Поэтому Он Меня Сюда Стимулировал Это Такое Движение И Когда Я Сказал Николай Ну Вы Что Я Как Я Вообще Океан Он Говорит Разберешься Математик Он Это Понимал Действительно Потому Что В океане Гидродинамика А Я Гидродинамика Акустика Я Акустик Тоже Понимаете Океанология Это Такая Наука Это Не Океанография У Меня В Институте Геологи Биологи То есть Никто Не знает До конца Каждый 25% И я Тоже 25% Поэтому Я В общем Вырос Но Сумел В институте Наладить Кризисное Был Положение Каждой Неделе Ученый Совет Ученый Совет Я Включил Всех Людей С Учеными Степенями 100 Человек Ученый Совет Каждый Доклад Я Учился Вот Выступает Доклад Каждой Неделе Я понимал Какие проблемы Вот Сумел Флот Вот Миллиард Все-таки Я добыл Этот флот И так далее Понял Место Меня Должен Быть Вот Когда Прошло Я Ушел С должности 76 С половиной Лет По возрасту Контракт Кончился И по возрасту Я уже Не мог И вот Последнее Своё Достижение Я Выдвигаю Кандидатов Несколько Надо выдвигать Я выдвинул Всех Своих Зам Директоров Докторов Наук Четверых И представляете Вот Одного Из них Который Заведовал У меня Флотом Он Доктор Наук Был Его Ученый Совет Забаллотировал Это Вот Сейчас Я специально Говорю Всем Это Рассказываю Демократам И После Этого Еще Двух Забаллотировал Службу Безопасности По ерунде Один Потому Что Купил Квартиру В Болгарии Ну Многие Покупали А Другой Имел Место Жительства Постоянное Место Жительства В Германии А я Тоже Имел Место Жительства В Америке У меня Гринкарта До сих пор Я могу Поехать В любое Время В Америку Просто Я не хочу Туда Ездить Я никогда Не планировал Чтобы Там Туда Куда Переехать Это Было Мне Удобно Когда Хочу Еду Никаких Денег Платить Не надо И Все Знали Об этом Служб Безопасности Ну вот Остался Один Значит Выборы Нельзя Проводить Я Сижу У Министра Министр Говорит Что Делать Я Говорю Назначаем Временно Исполняющим Вот Того Отвергнутого И Он Издал Приказ Исполняющим Обязанности У меня В институте Буза Началась Как Это Так Мы Вот То То И Так Далее И так Далее Я Уж Как Чего Мы Сейчас Ну Потихонечку Успокоилась А Временно Исполняющим До Двух Лет Ровно Через Год Меня Министр Спрашивает Ну Что Выборы Проводим Или Продлим Временно Исполняющим Продлим Продлили И Через Полтора Года Все Ко Мне Подходили Говорили Только Соков И Когда Его Выдвинули На Выборы Единогласно Он Был Выдвинут Это Подголосовали Все Ученый Совет Все Ученые Они Кадровые Вопросы Должны Решать Синклид Небольшая Группа Ученых Везде В мире Ректор Университета Директора Какого-то Института Всегда Назначают 5-7 Человек Собирается В закрытом Режиме Обсуждает Все Проблемы И Назначает Вот Через Год Он Отчитываться Будет И Там Народ Может Ему Недоверие Это Да Но После Того Как Он Поработал Я Хочу Сказать Что Я Люблю Свой Народ И Русский Башкирский Татарский Народ Сейчас Уже Еврейский Народ Тоже Люблю Потому Что Две Мои Внучки На четверть Еврейки Вот Все Это Я Вот Это Уже Как-то У меня Ушло Это Вот Это Говорят Квастной Патриотизм Вот Но В каком-то Смысле Нельзя Власть Давать Народу Народ Разрушил Нашу Отечество Советский Союз Разрушил Демократия И так Далее Это Все Должно Быть Умеренно И Поэтому Профессиональные Вот Сейчас Как Директор Выбирает Голосуют Даже Уборщицы Уборщицы Голосуют За директора Я Считаю Что Как Опыт Показал Что Вот Сто Человек Ученых А я Лучше Знаю Кого Назначить Директора И Это Действительно Так Человек Который Руководил Который Имеет Авторитет И так Далее Коллектив Согласился В конце Концов Ну Поэтому Я В крайней Форме Выражаю Своё Соключение Что Вот Вы Живете В Башкорстане Я Тоже В общем Все Время Это у меня Такое Душевное Волнение Вот эти 13 лет Значит Я 23 года В Московском Университете 7 лет В Тюмени 13 лет В Башкорстане И вот Уже 10 лет Директор Москвинцу Такие Налоги И вот Продолжаю Быть Научным Руководителем Но я Не вмешиваюсь Ни в какие Административные Дела Потому что Я Директора Сумел Назначить Того Кого Ему доверяю И Никаких Подсказок Ничего Ему Не делаю Он Сам Знает А если Что-то Ему Надо Он Меня Всегда Спросит Вот в таком Состоянии Я сейчас Нахожусь И хочу Заниматься Тем Чем Я Хочу Не Заниматься Никакими Другими Делами Кроме Как Что я Хочу А хочу Я занимаюсь Тремя Вещами В науке Первая Наука Это То что Я начал В Америке Фокусировка Энергии Аномальная Которая Может вызвать Даже Ядерно Физические Превращения Вторая Это Институт Экеанологии Это Климатические Проблемы Уравнения Климата И Третья Социальная Экономические Проблемы Страны Вот Этими Тремя Вещами Я Занимаюсь Остальное Все Я Оставил Вот И Участвую В работе Общего Собрания Работе Президиума Ну И Вот Довольно Активно Веду Такую Социально Экономическую Деятельность По Пропаганде Правильных Экономических Идей В экономике У нас будут Серьезные Очень Серьезные Проблемы Которые Мы будем Долго Решать Мы Не Можем Делать Самолетов Как Следует Автомобили Делать Не Можем У нас Нет Технологов У нас Нет Инженеров Нет Токарей Слесарей Все Разрушили Систему Образования Наука Ослабла Сейчас Уже Директорами Институтов Кандидатов Наук Назначаем Вот То есть Предстоят Очень Серьезные Да Еще Война Началась Вот Это Вот Все Как Это Будет Ну Пока Я Живу Я Значит Буду Как То Вот Эти Общественные Позиции Отставить Сезарган Сезарей Ничего Спасибо Спасибо большое Ровен Скандалич Я думаю Что у нас Наверное Вопросы Если Вопросы Пожалуйста Конечно Всегда Буду Готов Да Готов Вот В вашей биографии Есть Очень Интересная Деталь Вы Обучались В двух Университетах Одновременно Мое Время В Уфе Это было Невозможно Сразу Вы Исключили Запрещено Закон Исключили Конечно Там Наверное Были Какие Это моменты И Вот Когда Переходили На Так Называемую Болонскую Систему Мне кажется Там Было Очень Много Рационального Но Переходили Перешли Взяли Там Чистую Внешнюю Оболочку А внутри У нас Ничего Не поменялось Наверное Вы Тоже Это Знаете А сейчас Мы Дружно Отказались От Вопросы Надо Так Делать Конечно Так Не Надо Делать Я Могу Да Когда Водили Болонскую Я же Заведующий Кафедрой Своей Родной Кафедрой Мой Учитель Я вам Не Рассказал Мой Учитель Халил Ахмедович Рахматуллин Это Выдающий Человек Вот Мы Недавно Ездили На Рахматуллин Схищение В Узбекистан Каждый Год До Ковида Проводили В Кыргызстане Они Татар Они 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 Узбеки Кои Кои Кыргыз Вот Была Сделана Большущая Ошибка Которая Была Стимулирована Кималата Тюркам Когда Отказались От Арабской Графики Перешли На Латиницу И В результате Появилось 30 Тюркских Языков Мы Не Представляем Вот Орфография Была Общая Произношения Разные Орфография Общая Ведь Понимаете Каждые Вот Мы Все Разделились Татары Башкиры Узбеки Киргизы Ну Хотя Башкиры Группу Взять Да Вот Написал Роман Кто-то Там Башковца Комана Ухай Татары Индуха Ялмия Хазек Аур Рак Потому Что Графика Уже Все Татар Ясса Башков Ухами Узбек Ухами Поэтому Конечно Было Было Идеально Если Было У нас Было Такое Единое Развивалось Объединение Языковое То есть Конечно Нужны Эти Но Все-таки Как-то Шли К единой Орфографии Произношение Может быть Разное Это тяжело Но Это Есть Спуск Спасения Нашей Тюркской Культуры Вот Наш Копчакской Культуры По отдельности Не получится Ну Что Вы Посмотрите Сейчас Ахмед Иванович Ивана Ахмедович И так Далее И так Далее По По Малому Куску Бишмельон Татар Там И Камелеон Башкартма Там Сколько Не важно Это Все Не получится Это Лет Через 10-15 Постепенно Это Все Никто Не будет Романов Читать И так Далее Письменность Культура Вот Это Я боюсь Поэтому Мой Взгляд Такой Теперь Болонская Система В ней Есть Плюсы Конечно В чем Ей плюс Я Был 17 лет Закончил Школу Каких У меня Предпочтений Не было Я До Восьмого Класса Был Маленький Последний На физкультуре Носил Позже Как-то Я Развивался И только Где-то На Третьем Втором Курсе Я начал Меня К математике Больше Потянул И Должен вам Сказать Что Папа Мой Был Профессор Он Пошел В министерство Чтобы Как-то Провентилировать Этот вопрос Ему Сказали Это Запрещено Законом И Но Говорит Иван Георгиевич Петровский Ректор Он Ему Закон Не писан Он Член Президиум Верховного Совета Со Сталиным Там Он Тогда Ну Сейчас Уже Сталина Не было Конечно Вот И он Он Только Он И вот Тогда Я С улицы Собрал Ходотайство Ректора МВТ Я Был Отличник И Пришел В его Приемной Очень Интеллигентная Секретарша Пожилая Со мной Разговаривала Как Удивительно Оставьте Я вам Доложу Я Просился На вечернее Отделение Параллельно Учиться Физическому Факультету И Потом Я Получил Через Другое Время Получил Его Меня Зачислили На Мехмат Я Был Очень Разочарован Все Таки Я Хотел Физиком Быть Больше Туда Более Прикладной Что Ли И Вот Я Там Учился И Я Кончил С Отличием Тоже Это Там В инженерном Вузе Учиться Тяжело Черчение Там Много Но Что Потом Много Лет Спустя У нас Был Такой Профессор Баренблат И Он Общался В молодые Годы С Петровским Иван Георгиевич Петровским И Мне Рассказывает Я Говорит В вашей Судьбе Принимал Участие Какой Говорит Мы С Петровским Прогуливались И Он Мне Иногда Рассказывал О Появился Самородок Татарин Я Думаю Как Ему Помочь На Физфак Он Не Решился Потому Деканом Физфака Был Человек Которому Он Не Доверял Против Закона И Он На Свой Факультет И Вот Я Его Кончил И Университ Такой Огромный Я Его Видел Так Издали Только Пару Раз Но Один Раз Зашел Я В Лифт В Поблагодарить Так Вот Каюсь Я Уже Доктор Наук Был И Вот Не Повторяю До сих Пор Я Перед Ним Чувствую Такой Понимаете Вот Это Что же Он Был Руководитель Он Был Назначен Ректором По Распоряжению Сталина Значит Несмеянов До этого Ректор Был Его Назначили Президентом Академии Наук Выбрали И Тогда Откуда Он Эти сведения Но Сталин Дал Распоряжение Маленкову Вот Надо Поговорите С Петровским Петровского Пригласили И вот Маленков Ему Говорит Вот Хотим Вас Ректором Он Говорит Да Вы Что Нет Ни в коем Случа Я буду Плохой Ректор Потому Я Беспартийный Представляете Что такое Беспартийный Второе Я книжку Пишу По математике Сейчас Там Занят Я буду Плохой Ректор Ну Маленков Сталину Так Совершенно Доклад Он Отказывается Почему А он Говорит Будет Плохой Ректор Сталин Говорит Назначить Петровского Ректором Он Будет Хороший Ректор Потому Он Честный Человек Понимаете Вот Кстати Я должен Сказать Что Я Не Поклонник Сталина Кстати Муртазак Каждый Государственный Деятель Имеет Черное И белое Муртазак Байдулович Оставил Республику Без Собственности Башнефть 25% Только На поступление Налогов Только Здесь Башкирия Все остальное В Москву Идет Сода 62 68% Туда Идет Ну В общем Сложно Он там Пытался Сына Спасти Потом Свою Продлить Как-то Вот Вот Это Он Сделал Тяжелый Татарстан В этом Смысле Легче Он Сохранил Свои Вот Но В то же В то же время Муртазак Байдулович У меня всегда Были симпатии На его стороне По сравнению С Шаймиевым Я вот Вам честно Скажу У меня были Симпатии Когда они Вот Двое У меня На его стороне Он Директор Завода Он Суть Дела В общем Как-то В общем Лучше Понимал Но И Все-таки Вот Должен вам Сказать Что Шаймиев Ведь Его Очень Сильно Обидел Вот На Том Курлтае Татарском Там Состоялся Потом Исполком На который Приехал Путин И вот Они сидели И говорят Рахимов Путин Шаймиев Вот И проводят Исполком Курлтай Татарского Курлтая И вот Если вы Помните То Там Выступил Директор Билибейской Татарской Гимназии Что Очень Тяжело Татарам В Башкорстане Я Вообще Категорический Противник Таких Выступлений Категорический Противник Надо Как-то Между собой Договариваться Мы Один Народ Мы Один Народ Все Что угодно Но Главное Это не в этом А главное В том Что Муртазак Увидел Как Шаймиев При очередном Поступлении Ткнул Путину Вот Этому Слово И вот Дали Этому Хусаину Ну Как Так Можно Пригласить В гости Он же Это выступление Путин Когда Он Сказал Тяжело Татарам В Башкорстане Он Сказал А вы Что Русским Легко И Как Это Он Вот Так Смягчил И Вот Мне В этом Смысле Это Все Понравилось Да Я Вот Я вам Сказал Мое Отношение К Кстати Потом Как-то Все Наладилось Потому Что Павла Бар Данья Да Я Вот Как Было Я Когда Пять лет Это исполнилось Как Я Ушел С Поста Президента Башкорстана Я Решил Приехать Сюда На Общее Собрание И На Нем Выступил Вот И Сидел Ну Ладно Кто Сидит Скажу И Когда Я Выступил Значит Я Сказал Что Вот Я Всех Благодарю Что Пять лет Как Я Ушел Отсюда Вы Меня Всегда Поддерживали Я У Мне Никакого Никаких Обид Нет Действительно У меня Никаких Ни Никакого Обид Нет Нина Рахманкулова Который На всех Собраниях Выступал Меня Обливал Там Ну Абсолютно Нет Во-первых Они Никакого Вреда Мне Не Могли Нанести Но Я Говорю Я Выразил Сочувствие Что Рахманкулов Ушел Я Неоднократно С ним Беседовал Я Говорю Мы С тобой Сыновья Одного Небольшого Народа Мне Ну Мне Вот Вам Поручен Тогда Вы А Мне Же Поручен Поэтому Ну Вот Но И потом Я Это Сказал Что Вы знаете Мы Интеллигентные Люди И мы Должны Помнить Что Основал Академию Мортазак Бедал Сюрхимов Я Никогда В его Сторон Камня Не Брошу Вот Я Так Сказал Теперь Что Получилось А Получилось То Что К этому Собранию Президенту Не платить По Башкирской Академии И Когда Я Приехал То Значит Все Знать Говорят Роберт Сказал Давайте Мы Там Мою Зарплату Не Беспокойтесь Что Это Такое Ну И А Положение Они Выработали Такое Что Получать Стипендию Должен Академик Он Должен Жить В Башкорстане И Работать В Башкорстане И Значит Это Вот Такое Положение Ну Нет Я Не Обратил Внимания Помощник Лаврентьев Урос Татар Башкор Булса Никакого Прохла Трусливый Наш Аул Барда Рахимов Каселя Вот Нигматуллин Тут Выступал Так Сказал Вот Аул Барда Именно Урос Накуйдова Как раз В нужный Момент Теперь А я Вернулся В Москву У меня Прописка До сих пор Уфимская Я еще Не выписался До сих пор Уже Прошло Вот Венера Недавно Выписалась Недавно И то только Недавно А я вот Никак И все И кроме того Я по совместительству В институте Механики Справки взял Послал Шамазов И вот Шамазов Пошел Побежал Конечно К Рахимову И Рахимов Еще ему Лаврентьев Рассказал Ну Лаврентьев А Тулягас Вот Лаварда Вот так Это вот Это к сведению Значит А я действительно Вот Если бы его не было И академии Такой бы не было У нас И все Он это В общем Он понимал Кто чего стоит Но конечно У него была Вот это Вот Долго Он мне не мог простить Но вот Когда мой 70-летний юбилей был Он мне прислал Очень хорошую телеграмму Мой юбилей Здесь провели В конгресс-холе Конечно С его разрешения Все было И потом я Все-таки Урал Насырч Через Тимир Булатова Говорил Скажите Что я очень Сожалею Что между Нами так Произошло Я тоже Виноват Все-таки Надо было Как-то так И по поводу Урала Не надо было Мне высказываться И Вот в этой статье И по поводу Вот экономики Ну Не надо было Мне высказываться Все вот В это время В его тяжелое время Ну И он В общем Тоже сказал Все Привет И мне передавал Говорит Да ладно Все В общем Как-то между нами Так Легло Он ушел Уже в мир иной Я помню Вы активно Поддерживали Да В свое время Захоронение Радиоактивных веществ Нет Не так Скажу Когда мы не поняли Ваш ход Да Не поняли Его раздували Первый вопрос Да Второй вопрос Вы как-то упустили 2003 год Своему Супрению Почему-то Вы не правы Депутатом Госдумы А Очевидно Вы же сами знаете Почему Мне даже не дали Провести Мою кампанию Да Вы знаете Конечно Что-то Да Понятно Нет Ну все И у нас уже Разрушились отношения С Муртазоик Байдулчем И конечно Мне даже Нигде не давали выступить Вот А вы потом же сами Ну что говорить У нас же Как это Голосует одно Но ящики-то меняют Ну и Вы же прекрасно знаете Как у нас Проходят выборы Ящики меняют И так далее Поэтому Я не преувеличиваю Свою победу В 99 году Но я Честно боролся Я видел Сочувствие Мне вот Людей Которые Меня поддерживали И так далее Но все-таки Я бы Конечно Меня поддерживал Администрацией А у нас По-другому Не изберешься Вот Теперь Что касается Захоронения Радиоактивных Отходов Значит Атомный реактор В нем Есть такие Тепловыделяющие Сборки Которые Заполнены Радиоактивным Топливом Ураном Значит Он состоит Просто Уран 238 Который Называется Он не радиоактив Он энергию Не выделяет Его в природе 235 235 Это изотоп Его всего 0,7% И вот он Как раз Является топливом И вот Теперь Из 0,7% В атомном реакторе 5-6% Обогащенный Вот этот 235 Уран Остальное Просто уран Понятно Да Понятно Теперь Когда Атомный реактор Три года Это тепловыделяющая Сборка Отрабатывает То Образуется Несколько процентов Плутония Который Тоже топливо Остается еще 235 Уран Не весь Сгорает И 238 Уран Он тоже Дорогой Что Тогда Предлагалось Предлагалась Значит Вот эта машина Сборку В разные страны Мы стоим Атомные реакторы Если ее Оставить Допустим Вот в Иране Например Оставить ее В принципе Из этой Вот сборки Можно сделать Грязную Атомную Бомбу Ну что Взрывчатку Заполнить Этим Радиоактивным Топливом И выстрелить И загрязнить Территорию Это не атомная Бомба Но это просто Грязная Второе Ведь Теперь надо Это все Захоранивается Как это Захоранивается Захоранивается Стандартным Образом В Америке До сих пор Это Остекловывается И Прячется В шахту Глубокую Шахту Теперь Есть новые Технологии Которые мы Тогда Вот Были Что Лучше мы ее Заберем То есть Закон был Следующий Об обращении Топлива Ядерного Топлива Обращение Ядерного Топлива Мы его Забираем Во-первых Из своей Страны Второе В идеале Делим Отделяем Плутония И 235 И уран И сохраняем А вот Наработанная Грязь Которые Радиоактивные Еще будут Миллионы лет Дожди Доходиться Их отдельно Выделить Остекловать И обратно Отправить В ту Страну За это Получить Деньги Вот За это Мы Мы боролись За то Чтобы закон Который Разрешает Ввозить Машины Сбор Машины Вот эти Сборочные Твелы Тепловыделяющие Элементы Теперь Из общего Загрязнения Территории Радиоактивные Загрязнения Это можно Сравнить Вот футбольное Поле А то Что Радиоактивные Топливы Это футбольный Мяч По массе Это во-первых Концентрировано Это Относительно Легко обрабатывать Перерабатывать А вообще-то Основное Загрязнение Идет Вот мы ходим Там Медицинское Оборудование Или Тепловая Электростанция Там Атомная Станция Обмывает Материалы И так далее Вот это Основная Масса И она Огромная Масса И теперь От нее Забавляется Это нужно Огромной Массой Перерабатывать А вот Это Работа Это Завод Прямо Собираешься Его Даже Везут В безопасном Оборудовании Его Топливо А вот Эти самые Неприятные Которые Долго Живут Их Обратно Можно Вернуть И можно У себя Оставить У нас Огромная Территория Но Из-за Это Получать Работу Давать Людям Работу Только Мы Можем Этим Заниматься Занимается Тех Кто Имеет Атомную Бомбу Что Такое Сделать Атомную Бомбу Это Значит Взять Природный Уран И Обогатить С 0.7% До 6.7% А Атомная Бомба До 100% Вот Почему В Иране У них Они Строят Обогатительные Заводы И Они Обогащают Уже Иран До 20 25% А Это Зачем Нет Я Не К тому Что Иран Имеет Право Если Индия Сделает Атомную Бомбу Израиль Имеет Атомную Бомбу Пакистан Иран Тоже Имеет Право Но Я Хочу Сказать Что Значит Ты Хочешь Атомную Бомбу Вот Поэтому Лучше Вот Это Вот Был Такой Закон Мы Восприняли Этот Закон Было Очень Тяжело Нас Обвинили Что Мы Хотим Загрязнить Свою Территорию И Так Далее Но Сейчас Закон Начал Работать Вот В Иране Атомной Станции Есть Мы Обратно Свою В них Забираем И Обратно Вернем Когда Нужно Остеклованное Топливо Франция Англия Великобритания Они Вот Это Даже Получали Новое Топливо Из Этого Остатка Есть Все Там Он 2% Имеет Остаточные Они Не 0,7 Но К сожалению Конечно Пока что Такие Производства Не налажены У нас И Технология Такая У нас Мы Завезли Вместе Со Своими Держим В предприятии 20 лет Выдерживаем Радиоактивность Падает И потом Начинаем Перерабатывать В общем Вот так Вот это Все Дело Было И В общем Мы Убедили И Такой Закон Приняли Те годы Которые Вы провели Здесь В Башкортостане Они Совпали С созданием Гварянского Собрания В Уфе Тарского Гварянского Собрания Мишлиса И Наш Первый Предводитель Саид Мурзаник Написал Книгу Свою Да Саид Мурзаник Я помог И Раэль Гумерч Кузеев И я Показал Это еще Зинур Газильевич Ураксину И они Одобрили Второй Предводитель Гриф Избекович Князь Акчурин Был Долгие годы Вашим Помощником И они В то же время Объязывали Многое мероприятие Братья Акчурины Приезжали Рина Сулейманович Василий Сулейманович Это играло Тоже На нашу республику На имидж Ее Привлекало Людей сюда Потом Скажем Взять мировых ученых Рашид Суняев Скажем Или Сагдеев Или тоже Мухаммед Закир Мухаммед Закир Его зовут Ромеев Да Они все Из Мурзанского сословия Вот это Имеет значение Для продвижения Татарского народа Как-то Или это Просто какая-то Была Ну Понятно Да Вопрос Понятно Ну я как К этому отношусь Вот Документ Бар Что Вот я Дворянского Сословия Ну Это Ну Мои предки Кстати Вот по отцу Моего Терегулова И Никеева Они же До Все время Жили До Екатеринских времен В Мордовии Темниковский район И даже Узляринтататар Депсанам Адлар Вот Атиси Лидрия В общем Абися Анагабися Значит Моим Прабабушка Вот она Быстемянхолка Быстатартугаль Быстемянхолка Да Понимаете Вот эти все Названия Видите Как они Условно Перешло сюда Но, действительно, судя по всему, по всем данным, мои пра-пра-пра-пра служили русскому царю, Ивану Грозному. И, кстати, когда Казань брали, они были на стороне Ивана Грозного. Вообще, Иван Грозный же, он своим же не доверял, у него армия-то все начальник татар-лар был. Он даже свой трон Семен Бигбулатовичу отдал. И тот, честно, его вернул. Кстати, честно вернул. Ну, такая жизнь нашего народа. Вот это все. Но они достигли каких-то званий и так далее. И вот Петр, последний, который сказал, я щуканас, я щуканас, все отберу. И все отобрал. Безникляр щукан-мадлар. Терегулов, Ларья Никей, щукан-мадлар. Но я не осуждаю тех, кто... Тоже не осуждаю. У всех своя жизнь. Ну, они вот в культуру... Ну, все вот эти Чадаевы, Тургеневы, Кутузовы. Шереметьевы, все они имеют своих. И потом это все проходило такое перемешивание. Ну, вот они перешли в православие и стали частью русского народа. В общем, я в этом смысле... Но все-таки мои упорные оказались. Какой-то, в общем, не сдались, да. Упорные. Вот я тоже не сдаюсь сейчас. А вы сами Аллаху увидите? Хазрайтар. Высший разум, высший разум. Никакое отношение. Хазрайтар. Это очень серьезный вопрос. Очень верный. Я... Сейчас я скажу. Это очень серьезный вопрос. Я не атеист. А был атеистом. Папа мой был полный атеист. Время такое было. Ну, вот так. Он был такой даже вот как-то. Я не атеист. Но и, в общем-то, не религиозный. Но... Но... Когда меня будут хоронить... Меня будут хоронить по мусульманскому обряду. Вот. Почему? То есть, я вам объясню, почему я не атеист. Я считаю, что... Самые такие вопросы жизни и бытия... Человек никогда научными методами не поймет. Никогда. Всегда вот тайна жизни и смерти, она вот так и будет его. И это... И как это все связано. И вот для меня вот все остальное... Я занимаюсь научной работой. А вот все остальное... Я не атеист. Вот я так вам скажу. Теперь... В связи с этим... Сергей Петрович Капицы. Это сын великого Капицы. Его Своя... Ты кто? Он написал. Я русский православный атеист. Тогда я задумался. А кто я? Я тогда себя сформулировал так, что я татарский, но и русский в отчасти. Нерелигиозный мусульманин. Вот так. Да. Вот так я отвечаю. Искренне, да. Я все эти... Уже... У Есенина есть такое стихотворение. Стыдно мне, что верил в Бога. Стыдно, что не верю теперь. Я уже вот в эти вот... Все такие религиозные уже меня заставить не получится. Я уже такой... Но, тем не менее, если я разговариваю с муллой или с священником православным, я всегда очень почтительен. Это особые люди. Для меня они особые люди. Потому что они, в общем-то, занимают, пытаются делать в той сфере, которая мне не познано. Не будет никогда познано. И дальше это вопрос веры. Как ты веришь и что веришь. Ну, вот так. А чтобы вы знали, что я ведь... Как? Я же в московском доме воспитывался. И когда меня в 7 лет сюда на лето отправили, и у моей тети, вот там на Гоголе вообще она была, я остался один с ней, 7-летний мальчик, и там была Женги. И она вдруг упала на колени и стала молиться. И я вообще в ужас пришел. Никогда такого не видел. Вот. А потом, в этом же возрасте, моя Кариме Аби, ну, тоже там молилась, когда и я, значит, у нее Таспих выкрал. И смолюдаю за ней. И вот он взлядя, взлядя, взлядя. Брян, сюда ей тьмальдер. И потом смотрю, опять, ты миллиард что-то такое соорудила. И тут, и пара, и два клада. Поэтому я потихонечку обратно ей вернул. И я с почтением отношусь вот ко всем моим дедам, прадедам, которые вот прожили жизнь вот в такой обстановке. Вот так. Вот вы, ну, сейчас процесс глобализации идет. Вы человек вот тот, который как бы человек земли, планеты. Вот. И в России, и в Америке, и во Франции, и так далее. Вот при этом вы сумели, ваша семья сумела сохранить этническую, этно-конфессиональную этническую. Ну, вот мы все вот как бы озабоченные, вот собравшиеся все здесь, все-таки вот есть процесс как бы русификации идет, глобализации, потери корней. Мы за это переживаем, кого-то обвиняем. Вот как вот вы любите и умеете хорошо формулировать, как вот сохранить свою культуру, идентичность. Вот она же будет усугубляться дальше. Это и в Америке, и во Франции все это характерно. Вот как ваша семья смогла сохранить, и вообще, как будут будущее, видите, вот как бы, если какая-то формула такая органическая сохранится в этнической, идентичности нашей стране, и не только нашей стране, в мире, вот, оставаясь современным человеком. Я понимаю, тенденции, к сожалению, не в нашу пользу, вот, но тем не менее я везде, где я, значит, вот принимаю участие, вот в президиуме я выступал, когда обсуждались межэтнические проблемы. Потом я приехал специально в президент-отель, где обсуждали, вот, финальная часть, все отвечали, там, отчитывали за все секции. Это, да. Такой всероссийский был форум и так далее. Я везде, вот, это подымает. Этот вопрос, что, ну, вот, на президиуме дело было, вот, пришел дагестанский бывший, Магомедов, Магомед, Магомед Салам, Магомед Алиевич. Я говорю, Магомед в Кубе. Магомед, Магомед, Магомед. Это его семья. Его отец, республику довели до полного, вообще, говорят, полной коррупции какая-то. До сих пор не могут там ничего исправить. Вот его забрали, и вот и он зам, 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 административного, главы администрации президента. И вот он вышел, значит, и говорит, а в моей семье, уже все по-русски говорят, внуки родной язык не знают. С гордостью так он сказал. И вот я когда там выступал, я сказал, вы знаете, мы же дожили до такой жизни, что из Дагестана приехал, возглавляет такой большой пост и не стесняется сказать, что у него внуки даже не знают родного языка. Это ужас, конечно. Ну, а как вот решать? Вот знаете, решать, да каждый сам. Каждый сам. Главное, хочешь, чтобы как-то дети твои говорят, это труд. Труд, надо трудиться, нужно делать. Вот я думаю, что это вот имеет такой вот по-другому. Вот я когда... Я ему говорю, милый, ты сначала жену свою научи и детей, а потом за русских берись. Вот займись вот этой малой... Воспитывать надо, значит, надо воспитывать. Сколько я знаю детей, которые обвиняют своих родителей, что вот не научили. Вот. Ну, и у меня в доме тоже мама с папой по-татарски разговаривали, но как-то вот боялись, что мы будем тогда по-русски плохо. Это вообще дурацкая боязнь. Не надо этого бояться. Ребенок, когда рождается, он может одновременно на нескольких языках говорить. Ничего он не перепутает. Ничего такого здесь в этом смысле нет. Ну, а вообще... Трудно, конечно. Идет глобализация, да, вы правы и говорите. Я уже сказал, перспектива. Какая была бы у нас перспектива? Вот у нас все-таки наша, будем говорить, тюркская, ну, хотя бы копчакская культура как-то сохранить. Но сейчас это не сделаешь. Сейчас 30 ханов. В Узбекистане свой, в Кыргызстане свой. Вот мы были в Узбекистане, рассказывали про ислам Каримова. Вот мой учитель, Халилла Ахмаджи Рахматуллин. Ну, выросла вообще-то семья на татаре, потому что эти все ульды, а они все-все-все просьба татарла. Прям видно, что фотографии было. И он, да, мактаптаук и башла до татарча. Тукай на блядере. Все время, вот он, память у него была замечательная. Вот. И он как-то, когда меня папа привел к нему, чтобы он меня взял к себе, в конце он сказал, шулайн-шулайда эшбулапщекса унгайра. Тукай на ксизляве. Вот. То есть, каждый сам должен быть. Вот именно этим. Не заниматься осуждением. Не должно быть никаких по этому поводу осуждений. Я так бы сказал. Язык дома изучать. Язык дома изучать, да. Говорить родителей. Си-на-шир-габалар-лайн-керек. И-си-на-шир-гай-керек. Город иископевич сказал, как родился у нас сын, все. И да, с улейшами с татаршами, а орма, нещипме, запрет. Поэтому, так ирблен только татарши. Берзаман, сюда жить мими. Так ирблен, ну, шагай знает. Ишь там, ишь и кочела. А, тинькой. Вот так и даем, вот, татарши. Поэтому, главное, если это отношение к Селяшасиму, все, язык остается. Ну, вот я вам скажу про моих братьев. Значит, вот кто у нас? Значит, вот у Раиса, покойного нашего Раиса, у него, значит, вот Дамир, сын, ну, вот умер, в Америке жил, скоропостижно, здоровье, там, замужем за американцев. Вот, Мансур, Квалды, Мансур, Москва, датра, хватает на татар, но он татарщик был. Вот, теперь Булат, Булат, нынг, эшкоза, вот, берся, ляйлянень, козлары, как-то, в общем, что-то, ну, Булат ведь татарщик, селяшай, нынг, няньки были все русские. Да, все няньки, а без них все-таки быстрее, что так, ауллардан, китерга. Ну, вот так, я-то хочу сказать, вот, папа мой был очень, значит, был такой ориентированный, он был абсолютно атеистом, причем вам, дорогой, я даже расскажу случаем, что, когда мы его хоронили, значит, его аспирант, Вагис Алиев, Муллана Шокарда, а он член партии же был, да дело не в том, что член партии, значит, ну, просто папа этого, к этому, к религии относился презрительно, просто презрительно, такой он был, и вот, но самое главное, почему я это все это и вспомнил, потому что я с 75-го года член парткома в университете был, сейчас член партком был, и там на партийной конференции одного еврейского профессора исключили из партии за то, что он своего отца похоронил по религиозному обряду. Я говорю, подожди, ну, он же не себя похоронил, а отца, может, отец спросил, но если отец спросил, как можно, что тут такого? И вот, Муллана Шокарда, без нашего ведома, без ничего, 80-й год, 82-й, и как раз вот это все, каждой партконференции, вот, исключили из партии, но, к счастью, никто не выдал. Вот так, понимаете, вот это, все вот, жизнь, она вот так вот крутится. Папа был, он всегда собирал читательские конференции в Уфе, татарских писателей приглашали, и так далее. А вот Балларна, как следует, не научил с мамой. Поэтому, ну, вот, все-таки, как минимум, да, пал, да, что-то такое. Да, его, да. А Балларна, к сожалению. Да, вот так вот все зависит. Но я, я что хочу сказать, друзья мои, не надо никого осуждать. У каждого своя жизнь. Каждый человек имеет право. И так, когда я этого дагестанца, значит, вот так сказал, он мне на следующий день звонит домой. Как вы так? А он к этому времени ушел. Без меня меня критиковали. Магомедов звонил. Да я говорю, что, значит, критиковал? Ну как? Я говорил все, что я думаю. Тогда нет, вы должны... Да, на следующем президиуме. Я попросил президента. Я сказал следующее. Каждый человек имеет право выбрать тот язык, какой хочешь. Хочешь русский, какой угодно. Это его право выбора. Поэтому я не осуждаю. Поэтому это наш новый вопрос, потому что он человек, который отвечает за национальные политики. Да, а он вообще ничего не понимает. Он ничего не понимает. Вот сейчас, наверное, редкие родители выступают против дуязыча. Ну, по крайней мере, образованные родители, как правило, это поощряют. И даже закон о образовании, потому что говорят, что второй язык в обязательном порядке, в школе должен изучаться, в первом или втором классе сейчас. Но это иностранный язык. Вот в связи с этим, как вы все-таки считаете, двуязычие должно пониматься как изучение родного языка, и русского, например, языка, да? Или же, как в шестом смысле, понимается, как иностранный язык, и русский язык. И если высказываться в пользу изучения родного языка, то как парировать аргументы, вполне иногда разумные аргументы тех, кто говорит, а зачем в практической жизни, в обыденной жизни нам изучать родной язык, поскольку нам для ребенка более полезно будет владение английским, китайским, каким-то другим языком. Если, может быть, если время позволит, еще, если прокомментируете, был бы вам признателен. А сейчас часто стали раздаваться доводы о том, что в школах не нужно изучать английский. Я там читал новости, что вроде Морковский, Французский, Росслава, ищение африканских языков в школах, и доставить возможность эти языки. Все-таки, как вы полагаете, если говорить про иностранный язык, то более практично необходим и болезнен, какой иностранный язык приключить? Ну, каждый сам решает за себя. Я лично считаю, что, когда я понимаю под двуязычием, я понимаю язычие для наших нерусских народов, чтобы свой язык как-то его в какой-то сделать. Что касается, какая польза, ну, знаете, какая польза. Какая польза от того, что мы шляпу какую-то особую одеем, костюмы себе выбираем, тоже пользы нет. Это душа должна как-то, душа должна. Более такая развитая душа была. Потом второе, это не значит, что нет никакой пользы. И пользы есть, потому что мозг, когда двуязычный человек, причем под двуязычным я понимаю, когда он его чувствует. Вот это тогда-то. А тогда ведь и мозг более творческий получается. И развитый. Вот даже, когда болезнь Альцгеймера там начали изучать, то оказывается, что если человек двуязычный, то у него эта болезнь менее жестоко проходит. Все-таки сохраняются какие-то связи. Поэтому это вопрос пользы. Что нужно для пользы? Ну, пользы что, покушать побольше, что ли? Ну, как? Что под пользой иметь в виду? Все-таки польза такая, что как-то человек должен какое-то удовольствие получать. Вот иногда читаешь какое-то стихотворение. Вот татарщавка самая особая. Это редко бывает. Но какая-то вот получаешь удовольствие. Вот польза. Это вот такая вот польза, она очень разнообразная. Ну, да. Ну, а я вам могу свой пример сказать. Вот как-то так получилось. Если я... По кино идет какой-то спектакль по-татарски. Я тогда могу что-то такое еще делать. Я, в общем, все это как-то без такого воспринимаю. Но если идет какое-то кино английское, я должен напрягаться. Хотя лекции я по-татарски не прочту. Я только по-английски ее прочту. Но это все тоже такое разнообразное. Что такое язык? Английский для меня не родной. Вот для Каримей бы знали, это английский родной язык у нее. С девяти лет. С девяти лет все. У нее английский, русский, татарский. Ну, башкирский. Кстати, когда я здесь был президентом, Каримя Куайтадры Жайкны, ее били в институт башкирского языка, нашей истории языка и литературы. И он сказал, что я президент башкирской академии. Поэтому мы здесь должны. И самое вот интересное, что я на ней нормальная. И потом она так, а там еще французский язык у нее был. Она не боится. Что такое знать язык? Не боишься говорить. Не боишься сделать ошибки. Ты же делаешь ошибки. И как-то ее на радио пригласили. Я на полчаса в прямом вещере Башкорца. Филяди, ты говоришь, американская система образования. Умбиш яшлик балла. Вот так. Башкорца. Ну, конечно, она там бутаган, татарща, башкорца. Но все-таки... И я хочу сказать, что это один язык. Для меня это один язык. Для другого другой. Я ни на кого не навязываю это свое мнение. Но дальше я тоже про Муртазу Гвайдулович. Я как-то пришел к нему в присутствии одного академика. Я говорю, Муртазу Гвайдулович, у меня вот моя дочь полчаса на башкирском. Он говорит, этого не может быть. Я как-то ему вроде как-то отомстил. Почему? Потому что он до этого как-то мне сказал про своего... Я говорю, вот у меня дочь знает английский, французский, русский учат и так далее. Он говорит, а у меня вот сын тоже английский, французский. Но говорит, на твоем собачьем языке я разговаривать не буду. Ну, во-первых, конечно, Муртазу Гвайдулович доверился мне. Я только потому говорю, потому что его сын ужасный человек. Вот такой человек родился в семье. Ну, беда, конечно, он тоже по этому поводу переживал. Муртазу же все переживал, что у всех детей нет, не женится. И тогда вот сам получил вот это. Он несчастный человек. Он умер в тяжелом положении и так далее. Я призываю вас всех, беда, татар, ладно, посочувствовать ему. Он все-таки был со всеми... Так же, как и старые, черные, белые. Давайте помнить белые больше. Как вы думаете, почему произошел этот упадок науки? То есть в советское время ценилась профессия, эту область. Почему в России мы ее сейчас потеряли? Вот вы сказали, что сейчас директора несут в кандидаты, даже ректора кандидатов. Да, ректора у вас тут, у вас тут ректора. И вы знаете, что у нас два вуза тоже объединили. Да, объединили, да, чтобы понять невозможно. Два разных вуза. То есть вот ваши комментарии. Ну, во-первых, сразу вам скажу, что виноват сам российский народ. Вот при советской власти журнал «Новый мир» был миллион подписей, а литературная газета 5 или 6 миллионов была. Сейчас литературной газеты нету, наверное. Может, и есть, но в общем... А «Новый мир» 6 тысяч миллионов. Вот прошел вот такой период был. Вот все читали там «Метроиды». Вот сейчас прошел спад. Падение народа и русского, и татарского. Все, в общем, это... Ну, и, конечно, пришли к власти... Вот так получилось, бывает такая вот роль. Пришли к власти совершенно негодные люди. И продолжают нами управлять. Вот так. Ну, вот найдет себе народ силы как-то это преодолеть и так далее. Я сказать не могу. Это, скорее всего, произойдет уже, когда меня не будет. Но вот дети наши будут все, вот вы тоже в том числе. Вы будете решать эту проблему. Получится, не получится. Я надеюсь, верю, что, наверное, получится. Так что наша страна бывала в тяжелых бывала ситуациях. Нужно верить, надеяться и делать все возможное, чтобы как-то этому способствовать. Вот только это могу сказать. Но положение тяжелое, потому что у нас... Сейчас, когда говорят про образование, что там эти кампусы строят? Как будто кампусах дело у нас. У нас нужно, чтобы профессор получал нормальную зарплату, чтобы он был авторитетный. Учитель, чтобы у нас был авторитетный. Вот об этом надо думать, а не кампус строить. Что у нас сейчас, площадей не хватает, что ли, в этих университетах? Ну, вот эти люди пришли. Что я с ними могу? Ну, невозможно их ни в чем. Я вот, тут меня послали на... Вот это вот сейчас готовится. Видим, Путин приедет. Потому что уж так готовится. Я думаю, что тут он, наверное, приедет. Вот там регионы России и Белоруссии. От Академии наук я должен был, значит, выступить пять минут на секции про сотрудничество Российской Академии на Белоруссии. Не буду я этим заниматься. Я уеду. Я в понедельник уеду. Потому что я им так и сказал. Вы на пять минут академика зовете. Это слишком дорого. Чтобы я перед вами там слушал вашу билиберду, а сам сказал пять минут. А у нас 30 часа стопает. Мы перед вами же. А скажи про ЕГЭ Шамильеву. Чтобы, может быть, Башкирии... Нет, одно из путей, которые нужно сделать, это я и Шаймиеву говорил, и Мениханову говорил. Вот не помню, говорил я Хабирову или не говорил. Ну, наверное, тоже сказал. Нужно двоязычное ЕГЭ. То есть русско-татарское, русско-башкирское, русско-чувашское. Вот в Хакасии, между прочим, там есть национальные школы. А Хакасы занимают 12% населения. В Якутии что-то уже начали поднимать. Да, 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 да. Понимаю. Башларм Кутайля. Может быть, вот так как-то это. Но нужно, конечно... Ну, а беда такая, что... Алар Бетенсин Куркала. Шаймиев Лар, Мениханов Лар, Алар. Я полностью в них разочарован. И не хочу с ними ни разговаривать, ни встречаться. Как-то я был вроде... Огай, огай, они мне все там... Шаймиев вроде... Да, вот... Язуб Трамп. Ничего от них, проку, никакого нету. Рахмат, заводите. Благодарю, товарищ. Без нынка, вот нын традиционный буляге. Башкортостанбала. Ага, ну шла им, да. Почти что узем жидом. Бусызге, Рабит Аскандарыч. Барь, всюсь тагом. Анат там сезге, айтергават. У меня же проблема, где институт экономики был. Директор Хамид Агай. Хамид Агай Гизатуллин. Ну, вот Мэндакиль Гандайн, в общем, началось... Мне в администрации говорят, ну как так у вас, член-корреспондент, директор института. Что он, в каких газетах, что он пишет? Пишет он, что вот башкирские националисты, арангуттанги, там, в общем, ужасные слова. Ну, вот Мэндакиль Гандайн, значит, как-то с шакардом... Хамид Агай говорит, давай, уйди в отпуск. Уйди в отпуск, и через полгода займись аспирантами, постепенно забудут про тебя, и как-то там все включишься. Ярик Арман, так он и не остановился. Вот у него началось это все какое-то... У них же начинается как? Почему арангуттанги? Вот, кстати, почему арангуттанги? Потому что на английском языке герилла – это партизан. Не горилла, а герилла. Теперь, перейдя к нам, это стало гориллами. А у него привозили еще арангуттанги. Ну, вот я с ним говорил. Я даже его позвал. Все-таки он член-корреспондент и так далее. Я его позвал на президиум. Сделай доклад. Ты же математик. Так, чтобы этих экономистов как-то завалить. Пришел, пожелтевший, плакат повесил. Два-три слова Мазин сказал. Потом опять это все пошло у него, политическое. И, в конце концов, комиссию создали в институте и обнаружили, что институт за последние 10 лет ни одной статьи в академическом журнале не опубликован. Я тут понял, надо его снимать. И вот дальше. Дальше. Вот Руфат Схакш. Хатерлим и Йокмагальмим. На ученом совете. Я пришел на ученый совет. Сказал, что ваш, пока у вас директор Хамид Нуриславович, он сидит здесь. Никакого развития у вас в этом институте не будет. Ну, и, значит, дальше Хамид Нуриславович говорит. Вот, говорит, я уйду из поста директора. Ну, кончилось там все. Ну, в конце концов, снял я его, конечно. Руфат Схакш, как бы я подговорил. Руфат Схакш. То есть, Руфат Схакш, почему вы позволяете себе, чтобы так вот, вот он такими жестами разговорил. Ну, я говорю, Руфат Схакш, я ринда, а улкши сында? Вот, шо Руфат Схакш, это, ас из негативис. А улкши сын. Шлай шляри бы. Ваш учитель, Халил Ахмедович, так бы сделал тоже в деревне? Ну, ты мэн, наверное, что ли вы. Вот, вот так. И потом, много лет спустя, он же потом, я абсолютно на него никакого зла не имею. У него свои есть достижения. Он мне объяснил, что такое межатросивый баланс. Он меня научил. Но потом, вот так вот было, какой-то был татарский курултай. Шонда Минтагасш, я саду Минтагасш, выступил там и так далее. И подошел его младший брат. Роберт Схакш, я хочу сказать, что это сказать. Вот такой наш народ. И всякий, да. И вот потом еще прошло, он там какая-то девушка диссертацию защищала. И он говорит, вот знаете, вот это почитайте у Нигматулина. То он везде ходил, Нигматулина вообще в экономике ничего не понимает. Почитайте Нигматулину, там хорошо написано. Правда, он меня сильно обидел. Вот мы так должны, знаете, как вот живем друг друга. И все-таки главная задача не сердись на свой народ, критикуй его. Ну и жалей. Народ надо жалеть. Бедный наш народ. И любить. Ну, конечно, хороших любить надо, а остальных жалеть. Рахмат ССГА. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо.